Здравствуйте, дорогой друг! Шалюта в эфире. В этом выпуске мы разберем, почему Путин виноват, обсудим биполярное расстройство Зеленского. Кстати говоря, Украина собралась капитулировать, Каховской дамбы больше нет и о мобилизации на военную службу будут сообщать по СМС. В конце обязательно будут молнии. Начнем по порядку с украинского контрнаступления, а точнее с желания Украины капитулировать. Довольно неожиданно. Об этом сообщили СМИ. Министр обороны Украины Алексей Резников сказал, что Украина допускает возможность переговоров и мирное соглашение, если Россия изменит заявленные ранее цели СВО. Вот это ничего себе! Готовы обсуждать, готовы идти на перемирие. Начнем с самого начала. Мы с вами очень долго ждали. Мы готовились, мы волновались, мы всей душой переживали. Как-никак к нам собирались ехать гости. Им выдавали леопардов. Они обещали нам гостинцы в виде снарядов с обедненным ураном. А что в итоге? Началось контрнаступление Украины. На текущий момент, когда снимается это видео, по некоторым данным, уже задействована одна треть всей армии, которая была подготовлена для того, чтобы контрнаступать на нас. Все началось с неуверенных тычков разного рода диверсионных групп в наши опорники. Естественно, они получали по зубам, разворачивались и уходили. Несли потери, своих двухсотых и трехсотых кидали прямо на поле боя. Ну, в принципе, это нормально. Сами украинцы, естественно, сразу начали заявлять, что все в порядке. Это идет разведка боя. В этом есть определенная логика. Правда, одни из последних наступлений шли сразу по четырем фронтам. Локально насчитывалось до полутора тысяч единиц человеческой силы. И это без учета военной техники. Среди которых, как правило, по десять леопардов, бронемашины, транспорт сопровождения. Это полноценные маленькие армии, которые шли прорывать нашу оборону. Вот только я с самого начала говорил, говорю и буду говорить. Любое контрнаступление не имеет вообще никакого смысла. Пока у Украины нет авиации. Сейчас это просто, знаете, суицидальные приступы. Было одно кино, там два мужика заперлись дома, и такие говорят. Успокойся, успокойся, не реви, успокойся. Возьми себя в руки. Ясно. Я понял, что это. Что? Групповое самоубийство. Что? Что? Ребятишки приехали и кончают с собой на свежем воздухе. В целом, да. Даже если Украина соберет локальное. Десять тысяч человек. Да ладно, десять тысяч. Тридцать тысяч человек. И поставит туда тысячу леопардов. Это все не будет иметь никакого смысла. Потому что отработает авиация, отработает артиллерия. И там ничего не останется, кроме металлолома и каша. С примесью свинины. Фу, плохая шутка. В целом, конечно, ни о каких переговорах речи идти не может. Цель СВО менять никто не будет. И на это есть одна простая причина. Сразу после появления этой информации в СМИ, о том, что Украина готова пойти на переговоры, в Воронеже был совершен теракт. Предварительно, на текущий момент это произошло вот только что, когда я снимаю это видео, пострадало три человека. День рождения Навального. 4 июня 1976 года родился дяденька Навальный. У него была тяжелая, интересная жизнь. Такая, знаете, оппозиционная. Но сейчас он образцово-показательный оппозиционер. Он сидит вместе не столь отдаленном и шьет трусы для нужд российской армии. В Москве была попытка провести митинг. Верховные замначальники Навального говорят, выходите на улицу, давайте будем требовать, чтобы Лешу отпустили, как минимум день рождения отметить. Ну и чтобы вообще, давайте за справедливость, за Россию митингуем. Опять. Что в итоге? Площадь, пустота. Прошли только самые преданные фанаты Навального. Полицейские и журношлюшки. Все. Больше никого. Прошла история, ушла легенда. Отравление сидром. В Ульяновской области шесть человек насмерть отравились сидром. Минимум шесть. Там еще куча попала в больницу. Дело в том, что в этот сидр при производстве попал метанол вместо этанола. Один это спирт, а другой это то, чем обрабатывают рабочие поверхности. Безусловно, это очень трагическая ситуация. Я, как человек, который так или иначе имеет отношение к алкогольной индустрии, все равно этим обеспокоен. И хочу отметить, что то, что произошло, это вполне закономерное событие. Производитель сэкономил на производстве, продавец сэкономил на закупе, клиент сэкономил на продукте, купил на разлив самый дешевый сидр, который только есть. И в итоге отправился в больницу. Я сам пью иногда сидр, но максимум, что я могу себе позволить, это какой-нибудь Честерс. Но никак не разливуху в непонятном магазине по самому низу рынка. Ребят, ну серьезно, тогда уж лучше боярышника долбануть. Живее будете. Так не замерзайки, ей-богу, меньше вреда. Едем дальше. Биполярное расстройство Зеленского. Мы готовы к контрнаступлению, заявляет он, в интервью для Wall Street Journal. И тут же выходит интервью для Times. У нас все еще недостаточно оружия для контрнаступления. В чем секрет? Кто-то скажет, что у него биполярка. Он просто дает разные показания. Но нет, дело не в биполярке. Между этими интервью прошло минимум 2-3 часа. За это время Украина начала контрнаступать на Россию. Потеряла кучу техники, и ее снова не хватает. Все очень просто. Биполярка тут ни при чем. Просто ВСУ очень грамотно расходует технику. Моментально. Министерство обороны России предложило оповещать граждан о призыве в рамках мобилизации через СМС. У либералов истерика. У всех борцов за свои права тоже. В целом, что имеется в виду в этой новости? Пока что это только идея. Идея, которую скорее всего реализуют. Обязательные условия, чтобы у вас был подтвержденный номер телефона на госуслугах. Вот только для этого нужно сделать регистрацию на госуслугах тоже обязательной для всех граждан России. Ну и строго говоря, именно призвать по СМС будет нельзя. Это знаете, как с плохой погодой или ураганом. Вам будет приходить СМС-ка. Угу. В России началась мобилизация. Просьба пройти в ближайший военкомат. Не более того. Это будет как приглашение на день рождения. Куда идти, в принципе, будет не слишком-то обязательно. Это просто оповещение. По СМС выдать повестку невозможно. Пожалуйста, успокойтесь. В Каховской дамбы больше нет. Херсона тоже нет. Сначала там были русские военные, потом украинские военные. Сейчас там бобры. В целом, давайте коротко. Что это значит для России? В интернете, естественно, пошла информация, что вот русские сами взорвали дамбу, сами себя затопили, вообще капец, кошмар и все плохо. Что произошло на практике? ВСУ, понимая, что они не могут контрнаступать вообще везде, у них ограниченный ресурс, долбалнули дамбу, тем самым отрезав и себя от России, и Россию от себя. На этом участке фронта нет сейчас контрнаступлений. Там просто, ну, тусуются какие-то люди и происходит ничего. Там сейчас рай для бобров. Естественно, они начали публиковать информацию, что вот, русские сами себя взорвали, подорвали дамбу и сами себя затопили. Правда, наши в ответ тут же опубликовали видео, где они стоят в воде по щиколотку, с дронов отслеживают отступающих ВСУшников и спокойно их чекают. Так сказать, мужики работают. Я сразу хочу успокоить всех военных аналитиков. Русские ушли с правого на левый берег целенаправленно, для того, чтобы не было возможности нас на правом бегу подрывом дамбы затопить и отрезать от остальной армии. От логистики. А это было озвучено ранее, и мы ушли на безопасный левый берег. В итоге, естественно, наши рубежи не затоплены, все хорошо. А ВСУшников смыло. Это есть и коротко. Переходим к молниям. Прямо быстро. Яндекс начал тестировать беспилотные такси в Москве. В ближайшее время Яндекс обещает, что беспилотные такси будут по всей Москве кататься. При этом, что интересно, беспилотные такси от Яндекса не используют GPS, и оно не находится на постоянной связи с космосом. Оказывается, существуют более точные датчики для определения себя на дороге. Что за датчики не сообщается. Роскомнадзор в первом квартале заблокировал 400 тысяч пиратских ресурсов. Пожалуйста, кто-нибудь сообщите Роскомнадзору, что пиратские ресурсы блокировать бесполезно. Это пираты. У них нет глаза, нет ноги и попугай на плече. Им все равно на вашу блокировку. Абсолютно. Расследование, которое опубликовала Wall Street Journal. Алгоритмы Инстаграм, которые запрещены на территории Российской Федерации, способствуют распространению контента для педофилов. Пум-пум. Может, все-таки не надо его разблокировать. Рекордный рост стоимости рекламы в Телеграме. За прошедший год стоимость рекламного поста в новостных Телеграм-каналах выросла в 4,5 раза. До 56 тысяч рублей. Пожалуйста, пройди в описании видео и подпишись на мой Телеграм-канал. Там много новостей, но пока нет рекламы. Вот будет 100 тысяч подписчиков, тоже рекламы не будет. Самыми популярными электромобилями с пробегом по России стали Nissan Leaf, Tesla Model 3 и Volkswagen ID.4. К чему эта новость? В 132 российских регионах до конца года планируют установить 659 быстрых зарядных станций для электромобилей. И вот это все прекрасно. Инфраструктура для электротранспорта появляется. Даже в Москвич изобрели. А что с другими электромобилями, друзья? Почему они стоят как лошадь? Большая такая, жирная и неподъемная. И почему нет поставок других зарубежных электромобилей? Ну, пожалуйста, хотя бы китайцев побольше. Чтоб цена стала адекватной. К примеру, вон Volvo сейчас. Представила бюджетный электрический кроссовер. Бюджетный в скобочках. 3 миллиона рублей, чем 4 стоит даже. Но тем не менее, это, блин, прям машина-машина. Прям автомобиль, который хочется приобрести. Он до 100 километров разгоняется за 3-4 секунды. Прям нравится. А у нас на рынке только москвич. И Nissan Leaf. Ну и если у тебя много денег, можно купить Tesla Model S, либо Porsche. Гарнитура от Apple Vision Pro будет стоить 3,5 тысячи долларов, мать его. 300 тысяч рублей! На кого это рассчитано? Apple заявляет, что себестоимость Apple Vision Pro полторы тысячи долларов. Мне кажется, нас обманывают. По факту это напоминает китайское недоразумение. Себестоимостью 300 рублей с дизайном еще на тысячу. Которая при этом работает всего 2 часа. Вместо того, чтобы создать крутой инновационный продукт, Apple просто пытается поиметь своих клиентов. Впрочем, ничего нового. И сообщение пришло вот только что в моменте. Зеленский и прочая правительство Украины, они же неоднократно заявляли, что вот-вот на территории Украины появятся зарубежные военные из НАТО, которые собираются поддержать Украину в их контрнаступлении. Прям вот-вот, подождите. Да, техники мало, самолетов нет. Но военные из НАТО уже вот-вот сейчас придут. Ну так вот, пришло сообщение от представителя НАТО. Ни одна страна НАТО не заявила желание направить в Украину своих военных. Конец. На этом наш выпуск подошел к концу. Огромное вам спасибо, что досмотрели его до конца. Пожалуйста, не поленись, пройди в комментарии и напиши, что ты обо всем этом думаешь. Напиши свое мнение о новостях. Возможно, напиши какие-то свои пожелания. Что стоит изменить, а что добавить. В остальном я с вами прощаюсь. Во вторник будет стрим. Всего тебе хорошего. Обнял. До скорых встреч. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok